Пляжный сезон в областной столице открыли с 1 июня. Принять солнечные ванны погода разрешила лишь в середине следующего месяца. Тем лучше для городских властей. Больше времени на подготовку мест отдыха. Одно из них в районе поселка Борьба. С виду напоминает дикий пляж. Нет раздевалок, душевых кабин, питьевых фонтанчиков и прочих переменных комфорта. Тем не менее, даже в будний день людей много. Всех притягивает водоем без так называемой тины и неприятного запаха. Но даже он не спасает общее впечатление. А часто тут отдыхаете? Нет, в первый раз. И как впечатление? Хотелось бы, чтобы было почище. Черный юмор российский, вот два плаката. Запрещено купаться. Это для кого? И пусть район маленько обратит внимание. Это ничего не устроит их, если утром привезли двоих рабочих с мешками. И вот эти вот все бухгалки убрали. А купаетесь, заходите, уже теплое водо. Потрогайся. По лавке, конечно, купаемся. Запрещающие таблички, хоть и выглядят иронично, поставлены на законных правах. Водоем не прошел санитарный контроль. Но и на комфортное место отдыха не дотягивает. Плюс ко всему прочему, люди жалуются на подъездную дорогу. Машинам с маленьким дорожным просветом тяжело справиться с ямами и ухабами. В Ленинской администрации обнадежили. На территорию положил глаз инвестор. Также сейчас есть инвестор, который уже приступил к благоустройству. У нас впереди большие планы. Там предусмотрены у нас и навес от солнца, и душевые кабины, и туалеты, волейбольная площадка, детская площадка. Все работы рассчитаны на три года. На данный момент видимых изменений нет. Все впереди и сроки не поджимают. А вот зону отдыха вблизи реки Свияга напротив торгово-развлекательного центра в этот срок точно никто благоустраивать не будет. Половину территории забрал более масштабный проект при конструкции Минаевского моста. Загорать и купаться здесь официально нельзя. Об этом худо-бедно намекает сигнальная лента и ограничители. Но ее скромный запрет не ровня желанию горожан окунуться в прохладную воду. На Свияжский пляж люди ходят по старой памяти, но с этого года ходить не так-то просто. Осталась лишь одна лестница с мостовой переправы. Плюс стройка, ограждение. Но несмотря на неудобства на пляже, людей достаточно. Добиралась я по ступенькам, пока спускалась на своих топольках, на кабулках. Я там зацепилась раза пять, чуть не упала. Очень некомфортно. Испортили хороший пляж. Все окрестные места, люди собирались, рядом живущие. Тем более углу здесь и все остальное прочее. Вы понимаете, о чем я говорю. Затели какую-то стройку. Какой пляж идеальный, по вашему мнению? Идеальный, наверное, ну, с шезлонгами, наверное, с какой-то кафе, ну, чтобы можно было перекусить, с туалетами, ну, чтобы можно было переодеться где-то и остановочку по мне. И можно даже было бы, наверное, можно в бассейне. И такой идеал действительно существует. Городской центральный пляж. Единственный официальный в городе. Можно и в Волгу окунуться, и с детьми поплавать в бассейне. Есть уборное, кафе, закрытые раздевалки, мусорные урны. Плюс спасатели, которые готовы кинуть круг помощи. А еще душ. Правда, всего парочка на большую территорию. Но, как отмечают отдыхающие, это уже мелочи. Даже с моря нам завидуют жители. Комфортно. Только единственное, один душ, к сожалению. А раздевалки есть, места для отдыха есть, очень хорошие. Для детей очень удобно, потому что они налили маленький бассейн. Он успел прогреться, и вода чистая. Представляете, это очень здорово для Ульяновской. У нас есть душ. Который только один. Который очень много народу. Мочи-то не дождешься. По большому счету, песок хороший. Ни стекол, ничего мусора у нас вообще нету в нашем городе. На центральном пляже днем в разгар рабочей недели полно народу. Это, пожалуй, лучшая оценка качества для городской власти. Со слов горожан, эта территория больше остальных. Комфортно для пребывания. Есть одно но. Отдыхающих, которые приезжают на пляж на собственном автомобиле, ждет тот еще квест. Где припарковаться? Проезжая часть очень узкая. По обе стороны стоят запрещающие знаки. А бросать машину, а бы как, не хотелось бы. Где, как бы, то есть, неудобно парковаться, как бы. Если ограничения убрали, то люди нормально парковались. Наша ульянская администрация должна потихонечку расчистить, хотя бы одну полосу сделать для парковки. И вот тогда будет и машина где поставить. Это просто перед гостями нашего города. Я вот сам местный. Вот у меня ребята приехали с Башкирии. Они говорят, это у вас бардак просто. Альтернатива парковки под знаком есть, но платная. Да и размеры не соответствуют количеству приезжих на пляж. Пешеходам не легче. Их путь лежит через сотню ступенек от остановки речной порт или через железнодорожные пути от остановки на спуске Степана Разина. О проблемах горадминистрации знают. Решать планируют постепенно. Этот ответ не меняется из года в год. А пока люди довольствуются тем, что есть. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова